Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Орглот должны проводить исключительно по механизмам, утвержденным в рамках Минского процесса. Вместо этого представители самопровозглашенных республик объявляют о возвращении украинцев в частном порядке, которое так и не состоялось. В то же время реальные переговорные процессы о взаимном освобождении блокируются Кремлем. Подробности далее в сюжете. 16 января 2021 года представители Ордло выступают с заявлением. Они передадут на подконтрольную Украине территорию нескольких украинских граждан. В тот день, на который было назначено их прибытие, в аэропорт Киев отправился Леонид Кравчук. Но самолета так и не дождались. Я утром встал, выехал на Жуляны. Ждем, 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 ждем. Никаких сигналов. Час посидели, оказывается, их из Ростова на Дону не выпустили в Минск. Почему, я не знаю. Это освобождение являлось частной инициативой и должно было пройти в обход государственных процедур. Леонид Кравчук говорит, это была манипуляция со стороны Ордло. Теперь самопровозглашенные власти хотят переложить вину за несостоявшуюся операцию на Украину. К государству не обращались, к нам не обращались, к делегации трехсторонней контактной группы. Мы не знаем, что они хотят и что они там делают. Мы приветствуем это все. Но давайте делать по-человечески. Не надо заниматься торговлей или какими-то манипуляциями с людьми. По мнению представителей Украины в ТКГ и Офиса президента, все освобождения удерживаемых лиц должны проходить в рамках Минского процесса. Ведь уже отработаны все особенности этой процедуры. Украина всегда рада принять своих граждан. И в рамках ТКГ будет решен вопрос определиться, где, когда мы их можем принять, через какое-то повод. Вот эти четырех женщин, которые анонсировал Митричук, делать мы это будем в соответствии с государственной процедурой. То есть в рамках ТКГ. Однако сейчас переговоры о взаимном освобождении удерживаемых лиц заблокированы Россией. По всей видимости, Кремль хочет повысить ставки и менять не просто людей на людей, а менять заложников на какие-то политические либо экономические преференции. Эксперты говорят, от Украины в этом вопросе ничего не зависит, так как решение за Кремлем. Повлиять на Россию может давление других стран. Если Байден займет жесткую позицию по отношению к Кремлю, обусловленную в том числе возвращением захваченных заложников, может быть, этот вопрос будет решен быстро. Украинская сторона уже несколько раз передавала списки. В них больше 200 человек. 11 из них находятся в тяжелом физическом состоянии и требуют немедленного освобождения. В свою очередь представители Ордло отказываются подавать списки со своей стороны. Поэтому взаимное освобождение по механизмам ТКГ провести невозможно. Юлия Крючкова. Киев. Твой дом.